Ну нету сейчас у меня, условно говоря, QR-кода, и что дальше, не стричься, не бриться, ничего не покупать, это же бред просто. То есть они здесь убавили, там прибавили, теперь они пиарятся по поводу того, что они убавили с 12,5 до 6, а по поводу того, что с 6 до 20 по водоснабжению подняли, об этом, понимаете, они как бы громко молчат. Тарифы увеличиваем, людей загоняем в концлагерь, апартеид устроили, ни трусы, ни носки люди не могут покупать, имущество продаем. Когда эта политика закончится? Я на днях буквально обнаружил для себя, что капуста уже стоит 45 рублей, у нас золотые цены, понимаете, в магазине. Вот сейчас мы обсуждаем, вот интересно, вот тот же губернатор принимал участие в обсуждении вот этого вопроса, понимаете? Потому что увеличивая, опять же, тарифы населению, да, он рассчитывал на то, что вот какое население вообще у него в данный момент находится. О чем угодно можно здесь говорить, понимаете, можно, вот сейчас вот я вчера тоже мэр города говорит, вот мы будем QR-коды вводить, как в Москве, как в Казани. Ну давайте мы с Москвой, может быть, будем сравниваться не только по мракобесии, давайте по заработной плате будем с ними сравниваться, понимаете? Давайте вот, опять же, вопрос никто сегодня не обсуждает, вчера на комитете обсуждали, да, сейчас вот принимали бюджет, Валерий Васильевич, это имеет отношение к бюджету и к деньгам, да, в целом, и к увеличению, то, что у нас денег нет. У нас было 19 миллиардов в 21-м году, на 22-й год федеральная помощь, да, 18. Вы понимаете, мы выбрали в сентябре, да, чуть ли не, фотографии, извините, Конунова, как бы, да, там, не было, у меня только в Барше, понимаете? Везде он отовсюду кричал, федеральную помощь там, отовсюду, эти здесь тоже, понимаете? У нас сейчас сенатор, все ваши эти, третья, все там, денег нету. Все, все, понимаете, как-то исчезли. Я почему этот вопрос поднимаю, коллеги, потому что мы должны вот нашим, так называемым, старшим товарищам, назовем так, да, из Государственной Думы, напоминать об ответственности. Не только раз в год, понимаете? А то месяц в раз просто, да, а потом пять лет, извините, кайфовать в Москве, это, конечно, хорошо, но это же не приносит, да. Я сейчас вот к чему, к тому, что у нас сегодня, да, люди, поймите, вот это вот цифры, да, это как раз основополагающие, да, реальные картины социально-экономического развития в следующем году. О чем угодно можно здесь говорить. Но если у людей денег нету, ни бизнес не будет развиваться, ничего вообще не будет. А еще здесь, понимаете, и еще и терроризируют бизнес, закрывают, как бы, да, и все прочее. Вот эти вот ограничительные меры, они которые вообще не соответствуют. Мы буквально, извините, недавно отгрохали, как бы, да, там, инаугурацию. А тут запрещаем, понимаете, куда-то ходить. Вот все мы здесь были на инаугурацию губернатора, почти тысяча человек. А тут в ресторане, понимаете, зайти или в парикмахерский. Но нету сейчас у меня, условно говоря, QR-кода. И что дальше, не стричься, не бриться, ничего не покупать, это же бред просто. Поэтому еще раз повторяю, что если мы заработную плату в бюджетном секторе не запустим, все эти разговоры, да, о благополучии, о социальном развитии, как бы, экономики, это просто блеф просто, да, непосредственно первого лица. Поэтому еще раз призываю и коллег, и непосредственно, кто с ним контактирует, чтобы он элементарно хотя бы прочитал, сколько у него будет в следующем году воспитатель получает денежные средства. Чтобы мы хотя бы, да, вот это рассчитывали. Еще, Василий Анатольевич, не могу не вернуться к вопросу вчерашнего, как бы, до заседания Городской думы, да. Вроде как бы депутаты завернули план губернатора увеличить тарифы на 12,5%. Но при этом депутаты Городской думы предложили вместо 6% проекта губернатора на 20% увеличить, как бы, да, стоимость водоснабжения. То есть они здесь убавили, там прибавили, теперь они пиарятся по поводу того, что они убавили с 12,5% до 6%, а по поводу того, что с 6% до 20% по водоснабжению подняли, об этом, понимаете, они как бы громко молчат. Поэтому все хороши, но люди просто без денег, муниципальные образования нищие, народ бедный, а мы хотим развиваться. Объясните, как? Тут я не знаю, или надо возродить Кио, или Кашпировского, как бы, пригласить. Как? Если бюджеты, как бы, да, у муниципалов нищие на местах, население бедное, а мы хотим развиваться. Как? Поэтому это просто в одном месте прибавляют, обратите внимание, да, прибавили, и тут же хотят другим, как бы, убавить. Не дай бог, что-то там лишнее получит. Повышение тарифа на водоснабжение и водоотведение позволит, по крайней мере, аварийные точки в этом году устранить. На основании обращения Министерства физической культуры и спорта планируется передача на основании концессионного соглашения объекта незавершенного строительства площадью застройки 2733 квадратных метра. Вот честно скажу, да, ну это вот худшая просто форма правления, как бы, да, государственной собственности. То есть потратили уже 130 миллионов, теперь предлагают, как бы, да, еще 259. Там сенсиарер типа того потратить сколько там, 50, ну здесь уже честно было сказано, что они будут заниматься, как бы, да, бумажными, как бы, да, волокиты, контролем туда-сюда. То есть мы вот просто эти деньги, понимаете, вот отдаем. Вы мне просто объясните, вы как хотите управлять вообще. Вот, коллеги, честно сказать, мне просто удивляют вот эти люди, которые вот приехали, управляют, вот в первой части посмотрели, оценить, распродать, здесь отдать. Мы, понимаете, от этого концессионера, как бы, да, волгоспорт-арены до сих пор не можем, понимаете, как бы, да, отвязаться. Теперь мы лезем в очередную, скажем так, да, в откровенную аферу. Вот объясните мне, вот здесь люди, коллеги присутствуют, занимаются своим, да, бизнесом, да. Вот кто-нибудь вот такую бы, скажем так, сделку бы совершил. И еще, у нас же есть областные структуры, коллеги. Ну что мешает вот эти деньги? Сейчас мне скажут, но деньги же федералы дают. А что мешает эти деньги федералов, как бы, да, освоить, как бы, да, запустить объект? Нет, это мы отдадим бесплатно. А строить сейчас, да, вот поговорите, да, в следующем году, сколько мы планируем строить, дальше строить, понимаете? Это когда это закончится? Когда в конце концов, как бы, да, в Министерстве спорта подумают о тренеров, скажем так, да, о всех. Мы строим эти объекты, внутри никого. Ни тренеров, ни фигуристов, ни, скажем, ни танцов, никого там нет, понимаете? И сейчас мы очередной, как бы, да, вот это вот, кому-то это понадобилось, и получим очередной торговый центр. У нас, знаете, вот что угодно, начните строить. Конечным итогом, это как у нас сейчас Минфин, феврал, получается феврал, понимаете? Кодовый. Также вот здесь, что угодно, начните строить, получается торговый центр. Вот что мешает Министерству спорту через свои, скажем так, да, структурные подразделения реализовать через федералов вот этот проект по привлечению вот этих 239 миллионов оттуда денег, запустить этот объект, скажем, в конце концов, просто взять и передать опьенышевый, чтобы не платить арендную плату за МФЦ. Вы понимаете, что это называется государственный подход? Я вот этого товарища Разумкова не знаю, но второй день, честно говоря, ну человек просто разочаровывает. Ну у вас вообще государственный подход есть? Вы же должны просто, да, изложить именно, вы же сюда пришли не в частную лавочку, понимаете? Вы государственный человек, вы должны в первую очередь мыслить масштабно государственными категориями. А вы просто берете, это отдать в контенсию, это продать, это раздать. Ну это же неправильный подход. И я как депутат категорически против, тем более это мой округ. Почему мы так разбазариваем, как бы, да, там, имущество? У нас, как я уже говорил, да, коллеги, у нас приватизируется прибыль, национализируются убитки. Там, где прибыль, пожалуйста, приватизируют все. Убыточно, национализируем все. Когда эта политика закончится? Власти меняются, да, а подходы остаются одни и те же. Опять же, вы понимаете, это же неправильно. Тарифы увеличиваем, людей загоняем в концлагерь, апартеид устроили. Ни трусы, ни носки люди не могут покупать. Имущество продаем. Это я уже в целом формирую, как бы, вот формулировка, как бы, претензий к губернатору. Куда он нас просто ведет? Я считаю, что, не знаю, как коллеги, это ваше дело, я никого не навязываю, как бы, своей точкой зрения. Я считаю, что это антигосударственный, как бы, да, подход управления имущественным комплексом. Разбазаривать наше имущество, а потом за сотни миллионов арендовать. Понимаете? И это разве подход? Я считаю, что губернатор должен непосредственно, да, вместе с вами садиться, посмотреть, сколько уже затрачено, сколько еще требуют затраты. Как эффективно можно это использовать? Опять же, Минспорт сейчас это отдаст, а потом они придут сюда, давайте деньги, чтобы строить новый объект. Когда вы зарплату будете тренерам увеличивать? А это никого не волнует. Главное строить. И запускать. Я категорически против, давайте изучить, для чего у нас есть огромное количество государственных потребностей, в том числе по МФЦ, там можно открыть, если, например, Минспорту это не требуется, потому что там будет торговый центр, коллеги. Давайте вот запомним мои слова. Там будет торговый центр. Конечным итогом. Причем этот торговый центр будет частным за наш государственный счет. Ну, прекрасно. Причем этот торговый центр.